Задача. Что происходит с потенциалом при движении вдоль линии напряженности от конца к ее началу? Помнишь, что такое линия напряженности? Вот у нас положительный заряд. Вот у нас отрицательный заряд. Линии напряженности направлены от плюса и к минусу. Можно даже нарисовать вот так. От плюса к минусу. Рассмотрим отдельно, как ведет себя потенциал у положительного заряда и отрицательного. Формула для потенциала КК на R. Для напряженности похожая формула КК на R в квадрате. Нас интересует потенциал. Как он ведет себя при движении от конца линии к ее началу? Рассмотрим положительный заряд. Вот конец линии напряженности. Она вот стремится туда и вот конец будет где-то вот тут. Тут это очень большое расстояние. Будет расстояние R, но оно стремится к бесконечности. На очень большом расстоянии заряда практически нет. И потенциала тоже. Если расстояние большое, потенциал стремится к нулю. То есть где-то вдалеке в конце линии потенциал ноль. Пи равно ноль. А в начале, где расстояние маленькое, вот здесь вот в начале линии, потенциал будет достаточно большой. Потому что расстояние будет маленьким. Тут какой-то потенциал фи ноль. Получается при движении от конца линии к ее началу потенциал увеличивается. От нуля мы движемся к фи. От конца линии к началу потенциал увеличивается. Рассмотрим отрицательный заряд. Здесь у нас конец линии вот. А начало где-то вдалеке. В начале у нас где-то вдалеке потенциал ноль. А в конце линии потенциал у нас, как и заряд, отрицательный. Потому что тут у нас q, а тут у нас минус q. Получается минус q на р. Получается, что при движении от конца линии к ее началу потенциал меняется от отрицательного до нуля. Получается, что потенциал также увеличивается. Вывод. При движении вдоль линии напряженности от конца к началу потенциал в обоих случаях увеличивается. Если остались вопросы, напишите. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.